Друзья, всем привет! Вы слушаете SD-Cast, 114 выпуск. С вами, как обычно, я в этой виртуальной студии Кейс Даймон. И сегодня у меня в гостях Александр Кукушкин, датабейс-инженер, Золанда. Саш, привет! Привет всем! Да, сейчас такое дело, что сейчас в любом случае только в виртуальной студии. Все общения у нас в онлайне происходят где-то, все конфы перенесли. Ну и мы стандартно записываемся тоже, так сказать, удаленно из разных мест. Давно не было выпусков, извиняюсь за такой некий продолжительный перерыв. Как-то дела всякие навалились, но кажется, надо это дело устранять. Ну и, собственно, сегодня мы с Сашей хотим поговорить, если вдруг кто не знает, Саша автор Патроне. Это такая штука в мире постгресса, наверняка всем известная. Вот поговорим про нее, но и про постгресс, и про архитектуру, и как там что устроено с точки зрения баз данных в Золанда и прочих-прочих интересных штуках. Так что оставайтесь с нами. Ну, по традиции, Саша, скажи немножко про себя, как давно вообще ты и чем занимаешься, как попал в наш славный айтишный мир. Вообще, я учился на физтехе в Долгопрудном, и в какой-то момент я понял, что физика, математика немножко скучно, и денег особо не приносят для студента. И потихоньку начал искать работу в той области, которая более прибыльная. Таким образом, в 2001 году, еще часть на пятом курсе, я оказался в одной компании, и взяли меня таким джуниором, веб-девелопером. То есть, сайтики, в общем, на коленках клепать, на перле, на ПХП. Учебу я не бросил, собственно говоря, даже поучился в аспирантуре пару лет. Потом у меня родилась дочь, и пришлось аспирантуру бросить. Остался я исключительно в IT. Занимался разными вещами. После веба исключительно сисадминил, потому что не очень хотелось писать на JavaScript, и HTML тоже не очень нравился. В то время большого разделения между фронт-энд и бэк-энд не было. Ну, тогда назывался веб-мастер, и все мы помним те времена. Не все точнее, но кто-то помнит. Для сисадмина для меня было чуть-чуть поинтереснее, поскольку можно было потрогать все с разных сторон, железо потаскать и установить его в стойку, ось поставить, и FreeBSD ставили, и OpenBSD, и Linux всевозможные, мейл-сервера настраивать и все такое прочее. Потом, спустя некоторое время, я оказался в российском GameDev. Неожиданно. Да, если кто... Наверное, до сих пор существует еще игра такая, Time Zero называется, точка отсчета. Вот, я там поработал. И я там внедрял Nginx еще в 2005 году, еще до того, как это стало мейнстримом. Ничего себе. Кто-то любит такой термин High Load. Вот, да, в тот момент у нас был какой-никакой, но High Load. То есть, когда вы выкладывали новую версию игры, то там народ скачивал вот эти новые файлики, SWF-ки, потому что игра была флэшовая. И умудрялись, в общем-то, положить полностью интернет-канал к нашему серверам выделенным. Ага, ясно. Вот. А патч не справлялся. Там на обычной статике использовали. До Nginx тоже какой-то такой проксирующий сервер, который умел статику раздавать. Ну, что-то он глючил. Вот. Nginx оказался более приемлемым, вел себя более предсказуемо, хотя баги тогда были. Я даже умудрился что-то найти, зарепортить, пофиксить. Классно. Вот. Так, что дальше? А потом дальше, дальше в какой-то момент оказался я опять такой а-ля SysAdmin, а-ля, значит, разработчик. Очень плотно начал работать с Postgres. Это уже был где-то год 2009, наверное. Вот. То есть, честно говоря, с Postgres я познакомился еще вот в начале 2000-х. Это какая-нибудь семерка, соответственно, наверное. Да, да, да. Впечатление было не самое приятное. Такое юзерфрендли. То есть, абсолютно не юзерфрендли. Никакого автовакуума не существовало. И, по-моему, в тот момент он еще не очень даже поддерживал. Тогда еще, по-моему, волны не было в районах и блогах. Слушай, вот провал не вспомнил. Я просто, как ни странно, я тоже с Postgres познакомился где-то как раз в начале 2000-х. Тоже это было 7.4.1 или 7.3.5. Какая-то такая бахнатая версия. Да, и вот это, знаешь, там по крону, значит, запуск, там вакуумы по ночам. Вот это вот все-все-все и прочее. Ну, каким-то образом так вот судьба меня не сводила с Postgres где-то года 2009-го. В 2009-м, тогда это было еще 8.4, даже, наверное, 8.3. Ну, делали интересные вещи, то есть пришлось там покопаться в кишках, во внутренностях, писал триггеры на сях, потому что была очень важна производительность для таких весьма специфических задач. Интересно. Ну, и опять продолжали писать все равно игрушки. Ну, уже как хобби, наверное. И где-то вот, начиная с 2009-го, 2010-го года, тогда начался расцвет игр в социалках, если кто помнит. Вконтакте, в Одноклассниках. А потом, в 2011-м году, в первый раз я попал за границу, мне уже было больше 30 лет, вот я понял, что я живу как-то неправильно и надо валить. Ага, так, неожиданно. Пришлось очень быстро доучивать английский до такого приемлемого уровня, чтобы пройти собеседование и куда-то попасть. И в 2013-м году вот я уехал и с тех пор работаю в Золанда. Ну, это, по сути, то есть такая вот, как раз ты как нашел, к ним устроился, и вот уже, соответственно, сколько, 7-8 лет, считай, да? Да, уже 7 лет. 7. Восьмой год, ага. 7. Ну, да, как ты говорил, там, с января там два, поэтому уже пошел. Да-да, с января 2013-го года. Слушай, ну, коли так, да, сейчас мы поговорим еще про работу. Вот, слушай, а расскажи тогда немножко еще вот про переезд. Потому что я так понимаю, что у тебя там уже, ну, собственно, семья и дети, там, ну, дочка как минимум или, может быть, даже больше, сколько у тебя было. Как вот, расскажи немножко про переезд. Насколько там в 2013-м году это был вообще такой квест? Ну, на самом деле, переезд в Германию уже был такой квест достаточно упрощенный, потому что с 2012-го года начала действовать программа «Голубая карта», «Голубая карта». Вот, если есть рабочий контракт, то получить, там, вот эту въездную визу и получить вид на жительство было, в общем-то, просто проще простого. И, соответственно, работодатель со всем этим помог. Визу национальную немецкую мы получили там буквально за три недели. Готовы уже были ехать в декабре, но там полетели в начале января, потому что новогодние праздники. Ну, понятно, да. Было все это неудобно, надо было еще освобождать квартиру съемную. По приезду, собственно, работа нам сняла квартиру на три недели. Ну, чтобы вы сами нашли пока что-то, так сказать, где жить, что как, да? Ну, да. Детям в то время было 6 и 8 лет. То есть, мы всей семьей собрали, значит, 4 чемодана по 20 килограмм, потому что 4 пассажира загрузились в самолет и прилетели. В общем-то, лететь не очень далеко из Москвы. Ну, лететь-то понятно, да. Тут больше всякие такие социальные все аспекты, как, чего, взять только самое необходимое. Ну, потом еще, конечно, как-то довозил. В общем, ладно, в общем, все прошло более-менее глазки. Ну, самый большой сюрприз был то, что ты приезжаешь, ты никто, звать тебя никак, у тебя нет никакой истории, поэтому очень большие проблемы снять жилье. Все хотят выписку из банка о том, что ты получаешь доход. Выписка должна быть там за последние 3 месяца, как минимум. Плюс у немцев есть такое понятие, как шуфа. Это история твоя кредитов. То есть не только кредитов, там в шуфу заносится, если ты, например, не платишь своему лендлорду, когда снимаешь жилье, если ты что-то задолжал, то в итоге ты опять попадешь в эту шуфу, и, соответственно, твой рейтинг снижается, тебе не сдадут жилье. Ну, как-то так. Ну, шуфа была чистая, понятное дело, потому что у нас истории нет. А банковский счет тоже чистый. Написали письмо с работы нам о том, что это хороший мальчик на хорошем счету, с семьей, пожалуйста, сдайте жилье. В итоге мы, на самом деле, за эти 3 недели не успели сделать ничего. И нашли только очередную временную квартиру, абсолютно без мебели. И месяц жили на матрасах на полу. Да. А потом ничего, сняли, правда, выше рынка, в отличном районе. Дети у нас пошли, в общем, в школу с самого начала здесь. И сейчас по-немецки говорят лучше, чем на русском. Понятно. А вы, кстати, как сами там? Ну, английский, понятно, это там международный, чтобы пройти. А вот так в повседневной жизни-то немецкий как? В повседневной жизни? Ну, жена, в общем-то, говорит на очень хорошем уровне. Там зачастую немцев поправляет. Ну, как бы у нее такой академический немецкий. Там, если что-то где-то написать, письмо, объявление, либо запрос какой-то, она может там всех немцев заткнуть за пояс. Ну, не всех, конечно, а большую часть. А в быту, ну, конечно, бывают проблемы, где-то что-то может не понять. У меня еще хуже. Также, поскольку на работе исключительно английский, то могу немецкий попрактиковать, только если идешь в магазин или к доктору идешь. Ну, понятно, да, не так часто, короче, пользуешься. Это, да, не так часто. Понятно, понятно. Ну, ладно, тем не менее, в общем, освоились. Нормально уже, вот, видишь, сколько, 7 лет живете. Так что, в принципе, я так понимаю, планируете пока что продолжать, да, так сказать, в этом же духе. Ну, мы уже даже ипотеку взяли, даже выплатили. А, ну, так понятно. В общем, вы, так сказать, уже основательно там обосновались. Так, ладно, хорошо. Давай поговорим немножко, вернемся в русло каких-то таких технических вещей. Расскажи немножко, ну, для тех наших слушателей, может быть, кто не слышал, не знает. Во-первых, в целом, ну, так сказать, что такое Золанда, да, что там вообще, что за проект, чем компания занимается. А дальше немножко уже поговорим про то, чем ты там конкретно занимаешься в команде Postgres, вот, DBA, да, как ты говорил. Ну, и обсудим прочие моменты. Ну, вообще, что такое Золанда? В кризис 2008 года, значит, три друга решили основать такой стартапчик по продаже обуви онлайн. Все им говорили, ребята, вы сумасшедшие, тут кризис, как вообще сейчас что-то тут можно начинать. Ну, каким-то образом у них вот это дело пошло. Видимо, толчком развитию послужил то, что они анонсировали возможность возврата бесплатного. То есть ты заказываешь обувь, тебе приходит по почте посылка, ты померил, не подошло, отправил. Вот. Пошел взрывной рост. Я, когда присоединился в 2012 году, уже все работало исключительно на Postgres, и, соответственно, бэкэнд был исключительно на Java написан. Фронт-энд там хитро, я туда сейчас выдаваться не хочу, потому что это не мое поле действия. Ну, да, опустим, опустим, конечно. Вот. До того, как все переехало на Postgres и Java, был MySQL и PHP, и такая платформа под названием Magento. Известно, да. Мне оно, в общем, ни о чем не говорит, но по слухам в какой-то момент Zolanda стала самым большим кастомером для вот этого Magento. Оно все трещало по швам, поэтому решили... Ну, уже были силы и возможности свою полностью написать как бы своими силами, да? Да, там под это дело наняли, в общем-то, штат достаточно таких продвинутых инженеров. Решили, что будем использовать Postgres. Большая часть бизнес-логики, ну, не вся бизнес-логика, но очень много бизнес-логики лежит в Postgres. Разработчики такой подход не очень любят, потому что приходится писать много хранимок. Ну, я тут, наоборот, как бы сторонник тоже хранимок, поэтому как бы бизнес-логика для работы с данными, и когда она лежит рядом с данными, по-моему, получается гораздо эффективнее. Плюс разделение. Я не знаю, кстати, вот интересно, знаешь, расскажи, как по твоим ощущениям, потому что вот по моим, например, сколько из моего опыта, да, сколько я там не пытались мы, или даже кто-то сам проявлял из разработчиков инициативу написать SQL какой-то. Ну, то есть там есть у нас вот тоже система большая, да, база там большая-большая, там логика много. И вот такие, ребят, ну, там, не знаю, сишники, сишарповцы, разные люди, говорят, о, да-да, я сам напишу хранимку, я все сделаю, ну, давай пиши. И каждый раз получалось, что они пишут код очень неэффективно. То есть вот, ну, я не знаю, то есть у нас там не было никаких ОРМов, ОРМов, да, именно такой, Native, но все равно отдельные разработчики баз данных, которые пишут нормальные хранимки, получаются на порядок эффективнее и лучше, чем когда вот разработчик пытается что-то сделать. Вот ты как по этому поводу, так, из твоего опыта мнение? Ну, из моего опыта на 95, наверное, процентов это правильное ощущение. Там разработчики смотрят на все вот эти хранимки, на SQL-запросы так вот искоса. Даже если им, они понимают, что да, надо вот именно вот эту абстракцию держать в базе, внутри хранимки, например, какой-то. Потому что несколько запросов один за другим, чтобы не гонять данные туда-сюда, но они, как правило, напишут это не самым эффективным образом, к сожалению. По факту, если им дать волю и сказать, пользуйтесь чем хотите, они будут там в 95% случаев использовать ОРМ и гонять вот эти транзакции туда-сюда, на каждую. Даже для одного селекта они откроют транзакцию и потом ее закоммитят. При этом, значит, уже в 2013 году в технологии у нас было порядка 300 человек. Конечно, там не все из них разработчики, не все пишут код. Ну, хорошо, там, значит, порядка, наверное, 10-12 команд занимались разработкой. На тот момент уже серверов, баз данных у нас было там несколько десятков, потому что там несколько десятков проектов. К ним, к каждой команде невозможно представить ДБА, который все за них сделает. То есть, в конечном итоге им приходилось писать все эти хранимки, и нас привлекали там уже в случае, если что-то идет не так, если оно начинает там тормозить. Где-то построить индексы, переписать запросы, оптимизировать и так далее и тому подобное. То есть, ну, более-менее то, чем занимается средний консалтер, так скажем. Слушай, а вот эти все там, ты говоришь, уже там несколько десятков серверов было, это были просто отдельные независимые базы данных под каждый какой-то там проект-компонент, либо это же уже там было что-то типа репликации, вот это вот, и потом такое там шардирование и прочие какие-то уже требовались штуки. Ну, некоторые проекты были шардированы с самого начала, вот, некоторые проекты, значит, не шардированы у них, то есть, одна изолированная база данных. Ну, вообще, там проекты, в общем и целом, они обеспечивают платформу, то есть, что-то для веб-сайта, что-то там для складов, причем складов у нас на тот момент было три, сейчас их уже, наверное, больше десятка, соответственно, для каждого склада своя база, вот. Много всего с тех пор уже поменялось, и, к счастью, некоторые из проектов потихоньку уходят, некоторые стараются пилить на микросервисы, то есть, какую-то функциональность из такой архитектуры вытаскивают, из монолитного проекта, и, значит, выносят в микросервис, но при этом все вот эти данные оказываются в двух местах сейчас. Иначе все сломается, к сожалению, и процесс небыстрый. То есть, если считать количество различных проектов, оно даже, наверное, превышало количество баз данных в тот момент. Шардированных баз, наверное, было порядка четырех или пяти, а все остальные такие, изолированные друг от друга. Я не говорю про репликацию, это само собой, то есть, для каждого мастера у нас есть реплика в одном дата-центре, плюс еще есть реплика в абсолютно другом дата-центре, географически отдаленном. И более того, вот в этом географически отдаленном дата-центре у нас реплика отстает на один час. Это мы сделали уже давно, еще до того, как эта фича появилась в Postgres. То есть, репликация в тот удаленный дата-центр осуществляется с помощью накатывания воллов, и в скрипте, который восстанавливает воллы, идет просто вставлена проверка. Ага, у нас вот этот конкретный волл был создан меньше часа назад, поэтому мы возвращаем код, экзит-код не нулевой. Postgres ждет. Вот как-то так. А, это специальная такая защита от вдруг, если что, соответственно, или зачем вот такой час на задержке был? Значит, зачем? Это такой для дизастер-рекавери сценария. Значит, кто-то может прийти, ну, из сотрудников, как правило, и удалить данные нечаянно. Либо, например, может быть баг в приложении, который удалит данные. У нас не хватает... в дата-центре в тот момент и сейчас тоже, в общем-то, не хватало места вот в таких сетевых хранилищах, чтобы организовать полностью вот этот continuous arcaven. Соответственно, это такой continuous arcaven для бедных. Если кто-то удалил данные, у нас есть целый час, чтобы восстановиться, грубо говоря. Мы можем запаузить вот это восстановление в том дата-центре, задампить, например, вот эту таблицу, которую почистили, или в которой сейчас неправильные данные, и принести назад. Либо в худшем случае мы можем, значит, восстановиться на тот момент, когда произошел инцидент, скопировать полностью базу в дата-центр правильный, и у нас все данные будут на месте. То есть это достигается достаточно малой кровью, и ресурсов дополнительных практически не затрачивается. В идеале, конечно, делать полный бейсбекап и архивировать волы за последние сутки, например. Ну, или в зависимости от того, какой рекавери винта нужен. Ну, понятно, да-да-да. Слушай, а в основном в дата-центре у вас репликация какая? Синхронная, синхронная на мастере? Синхронную репликацию мы на самом деле не используем. То есть исключительно синхронную. Каких-то таких вот инцидентов с падением железа у нас происходит не очень много, так скажем. Последний был, наверное, порядка месяца назад. Причем это было даже не падение железа, а на каждом из серверов у нас смонтирован через NFS NetApp Storage, то есть вот эта директория, в которой мы архивируем волы. И в дата-центре проводились какие-то там работы. Ну, сеть с байновым. Отрубили сеть к этому на этапу. Соответственно, NFS завис, и большинство из серверов пережили, а один вел себя очень странно, пришлось его прибивать. Ну, то есть перед промолтом реплики. Но при этом мы точно знали, что у нас все данные на реплику приехали, там до последнего бита, ничто нигде, ничего не потерялось. Понятно, понятно. Хорошо. Слушай, ну... И, как правило, у нас там нагрузка достаточно предсказуемая, и следим за тем, чтобы реплики не отставали. То есть если отстает там более чем на минуту, то там немедленно приходит оповещение через обслуживание, то, что мы сейчас используем. Слушай, расскажи немножко, да, про то, как у вас там сейчас инфраструктура организовала. Ну, понятно, это вот ты рассказал, как было тогда, там не так много серверов. Расскажи, ну, сейчас уже что есть. Расскажи в целом вот про в контексте там серверов баз данных, и вот какие у вас, сколько у вас там сейчас, какие объемы, чем вы там мониторите вот это все. Ты вот какие-то инструменты упомянул как раз. Ну, собственно, в дата-центрах все вот эти сервера, они никуда не ушли. Они по-прежнему на местах, за исключением нескольких проектов, которые полностью прекратили существование. Сейчас у нас планы есть смигрировать все там, в следующем году, самое позднее, потому что дата-центр закрывается, все должно смигрировать либо просто в Амазон, на ИСИТУ, либо в Кубернетис. Значит, где-то начиная пять лет назад, мы начали, то есть все новые проекты поехали исключительно в облака, потому что дата-центр не позволял скейлиться с нужными масштабами. Установить новый сервер с какими-то нестандартными характеристиками могло занимать до нескольких недель, потому что его заказывали, его реально заказывали, устанавливали в стойку. Дальше сисадмины должны поставить операционку, после этого дают его нам на растяжение. Это занимало, в общем-то, очень много времени. Это не только к базам данных относится, это относится и к тому, чтобы деплоить обычные приложения. Плюс звезды сошлись так, что люди начали бунтовать и увольняться, что тут у нас очень много интересных технологий вокруг. Мы не хотим писать на джайве, мы хотим писать на скале, на кложер, мы хотим писать на гоу и там на других модных языках. Значит, руководство подумало-подумало, решило, давайте произведем тотальную реорганизацию, дадим некоторую свободу выбора технологий, которые используют для имплементации каких-то новых проектов. Облака и там Амазон, и Докер в некотором плане развязали руки, потому что ты можешь использовать любую технологию, и самое главное, микросервисы. Ты можешь любую технологию использовать, все это закалать в Докер. Ну, понятно, да, завернув контейнер и вперед. Соответственно, у нас встала задача, нам надо каким-то образом базы данных, там, Postgres запускать тоже в облаках. Если мы знали, что в дата-центре все более-менее работает стабильно, какие-то инциденты с падением железа происходят нечасто, то про Амазон нам сказали, ну, вы должны ожидать, что, значит, будет происходить намного чаще и неплохо бы все-таки иметь какой-то автоматический фейловер. Интересно. И примерно тогда же, вот там в марте 15-го года появился блок-пост от Compose, сейчас эта компания принадлежит IBM, и они описывали такой Postgres Havilability Batteries Not Included, по-моему, так был пост обозначен, назван, и они рассказывали про вот их изобретение под названием Gouverneur. Они решили использовать эти CD для проведения выборов мастера и, соответственно, для автоматического переключения. Идея, на самом деле, гениальнейшая. Обычно, когда пытаются решать задачу Havilability, делают как? У нас есть, давайте сделаем мастера, сделаем реплику, и реплика будет периодически пинговать мастера. Если мастер не отвечает, то нам надо переключиться, нам надо реплику запромоутить и, может быть, там, не знаю, виртуальный IP туда... Ну, забрать себе, да, VIP. Да, забрать себе виртуальный IP. Как мы можем знать, это у нас мастер действительно недоступен? Или сеть недоступен, да. Да, либо сеть мигнула, либо мастер тут... Ему плохо, поскольку он перегружен, не успевает там на такие пинги. Ну, то есть это не обычный пинг, это все-таки там какой-нибудь Select 1 или что-нибудь такое похитрее, чем обычный ICMP. Соответственно, а как делать, если у нас больше одной реплики? Как выбрать лучшую? Как они между собой должны договариваться? То есть вместо того, чтобы решать задачу построения вот такой распределенной системы, мы лучше возьмем распределенную систему, и каждый сервер будет пинговать. Я здесь, я живой. Ну да, да, да. Вот. Это была идея вот в основе гавернера. Они сделали такую... В общем, порядка 400 строк питоновских занимала вот эта имплементация. Оно замечательно работало на лаптопе. Любой мог запустить. Когда мы начали пытаться использовать это в продакшн, там что-то сами даже играться, находили все больше и больше каких-то таких корнер-кейсов, проблем. Начали допиливать, попытались контрибьютить назад. Большого энтузиазма со стороны композа не было. И, соответственно, ни один из этих пул-реквестов от нас не прошел. То есть, они вообще даже пул-реквесты не приняли? Вот дают. Ну, не то, что не приняли. Какие-то пул-реквесты они принимали не от нас. То есть, где-то документацию поправить, какой-то очевидный баг. А в новых фичах они не очень были заинтересованы на тот момент. То есть, идея была такая... То есть, для нас это работает, а оно для нас работает хорошо, мы больше на это время тратить не хотим. Поэтому форкнули, начали разрабатывать патроны. Соответственно, в Амазоне, на EC2-инстансах у нас сейчас работает чуть больше сотни пластеров в продакшене. В основном это i3-инстансы, потому что у них есть локальные NVMe-диски. Локальные. По сравнению с сетевыми дисками и без NVMe, локальных минимальной лейтенси. Ну, понятно, конечно. С помощью производительности. И там такое соотношение цена-производительность самое выгодное. До какого-то момента мы жили вот так вот исключительно на EC2-инстансах, использовали очень активно CloudFormation, такая амазоновская технология. В тот момент это был исключительно JSON. Ты в таком огромнейшем JSON описываешь. Я хочу создать автоскейлинг-группу, я хочу создать там лод-балансер какой-то, DNS-записи. В автоскейлинге у нас должно быть какое-то количество инстансов, плюс у нас есть какие-то волюмовые весы. То есть ты полностью свой стэк описываешь, деплоишь, у тебя все это запускается с помощью одной команды. То есть такое оно полностью декларативное, достаточно удобное. Мы полностью начали строить все на микросервисах, в Амазоне, на EC2-инстансах. В какой-то момент пришло понимание, что ресурсы используются очень неэкономно. Люди бросаются в две крайности. Кто-то недооценивает ресурсы, которые им нужны, и пытаются на маленькие инстансы запихать то, что никогда там не сможет работать. Но хуже всего, когда наоборот. То есть там запускают какой-нибудь супердорогой инстанс, там, не знаю, M4-16XLarge, и там работает приложение, которое, в общем-то, не делает ровным счетом ничего. Бороться с этим пытались, там, с помощью разъяснительной работы, там, пожалуйста, там, пересмотрите. Там даже у Амазона есть такой адвайзер, который смотрит и говорит, ага, у тебя инстанс не делает ничего, ты можешь там очень много сэкономить, если от него избавишься. Не помогало. Потихоньку-потихоньку переехали в Кубернетис, ну, начали переезжать в Кубернетис. На тот момент патроне уже был достаточно продвинутый, то есть мы поддерживали уже тогда не только ATCD, мы уже поддерживали и консулы, и Zootiper, и делали даже первые эксперименты по запуску патроне на Кубернетисе. То есть внутри Кубернетиса установили еще отдельный ATCD-кластер. Ну да, отдельный стоит, ага. Плюс в тот момент еще не было вот этой абстракции стейтфул-сет, оно тогда называлось пет-сет. Вот, с помощью пет-сета, с помощью, там, значит, мы можем создать некоторое количество подов, каждый под, с помощью volume-claim-template можно было создать волюмы, и последний компонент, который нам нужен был, это Кубернетиский сервис, который с помощью LabelSelector умеет посылать трафик на мастера. То есть, что нам надо было сделать, вот мы написали скриптик, который, если под работает как мастер, этот скриптик устанавливал Label роль равно мастер. Соответственно, весь трафик попадал на мастер автоматически. Вот. Мы подумали, подумали, и, значит, провели, там, подбили статистику, поняли, что из, там, порядка, сколько, значит, на тот момент у нас на EC2-инстансах уже работало порядка, наверное, 400 кластеров постгрессовых, там, примерно 50-50 staging production, staging мы взяли, сразу же перенесли на Кубернетис, чтобы сэкономить. В итоге, там, вот эти 200 инстансов, там было T2-micro в основном, но мы умудрились, значит, вот эти 200 кластеров постгрессовых запихнуть, там, в Кубернетис-кластер, который работал, не знаю, там, порядка семи, наверное, в WorkerNode. Они, конечно, помощнее, но упаковка была гораздо нормальная, и, соответственно, уже пошла какая-то экономия. Потом, дальше подбили вот эту бухгалтерию, посмотрели, большинство из постгрессовых кластеров продакшена, они тоже, там, не очень большие, там, нет каких-то терабайт данных, мегабайты, гигабайты, там, в худшем случае, и вместе с микросервисами, как правило, используют какую-то централизованную такую месседж-бас систему, Kafka. Это, значит, Kafka дает очень огромное преимущество, что большинство микросервисов, они синхронные. Соответственно, если даже у нас при репликации какие-то данные потеряются, у нас из Kafka приложение всегда их догонит в базу. Понимаешь, куда речь идет. Да, Kafka используется как основное шин именно для синхронной коммуникации, а у Kafka настроено было уже сбрасывание всего, как, всех данных хранения в долгосрочном хранилище в виде Postgres. Я правильно понимаю? Нет, не совсем верно. На самом деле, каждое приложение занимается вот этим само. То есть, одно приложение, например, регистрирует какие-то ивенты, то есть, одно приложение генерирует ивенты, оно у себя может что-то в базе записывать, но при этом вот эти ивенты, они попадают в Kafka. Может быть, ряд других приложений, которые подписаны на эти ивенты, они у себя в базе тоже какое-то состояние меняют. То есть, Kafka напрямую у нас не пишет в Postgres. Ага, понятно. Потому что, ну, то есть, как правило, в Kafka есть какие-то такие большие бизнес-ивенты, которые надо еще нормализовать, скажем так. Потому что в Postgres мы не хотим хранить эти огромные JSON, хотя иногда приложения так делают. Поскольку все-таки Postgres это революционная база данных, мы хотим пользоваться всеми возможностями и всеми прелестями революционной модели. Соответственно, приложение вот этим занимается и да, есть недостаток, что какие-то, что у нас одни и те же данные могут быть разбросаны по нескольким базам, абсолютно одинаковые данные разбросаны по нескольким базам, то есть несколько копий. это накладные расходы микросервиса. Тут будь любезен, у каждого микросервиса, у отдельного сервиса своя база данных, если ему эти данные нужны, придется немножко дублирование, это такой оверхед, не без него. И другое преимущество, тоже достаточно важное, если база вдруг становится недоступным для приложения, то приложение, ну, дело, должно делать ретрай, но напрямую пользователя оно, как правило, не затрагивает. Соответственно, вот это кубернетис вместе с его такой флексибилити, у нас тут возникает проблема, что ноды какие-то добавляются, какие-то умирают, происходит миграция кодов, вроде бы базы данных не очень хорошо, но кубернетис гонять, поскольку у тебя в любой момент могут прибить мастера, и, соответственно, для приложения это не очень хорошо, потому что надо делать ретрай. С другой стороны, мы знаем, что для очень многих приложений такой даунтайм это абсолютно акцептабл вещь, которую они могут пережить. И потихоньку начали переносить продакшн на кубернетис. вот, вначале мы использовали эти CD, которые просто использовались кубернетисом, потом значит, история сложилась так, что нам было сверху велено, ребята, у нас тут в кубернетисе в том числе есть вот эти секреты, сертификаты, пароли, явки, мы не хотим, которые в конечном итоге, в общем-то, хранятся в эти CD. Если мы вам даем доступ в эти CD, то мы тут не хотим заморачиваться с настройкой RBAC, мы не хотим вам давать доступ для прочтения вот этих всех секретных объектов. Давайте вы как-нибудь решайте эту проблему. Не знаю, диплойте CD отдельно, либо там, не знаю, какой-то централизованный, значит, почему централизованный, там, отдельно и так далее. У нас этот кубернетис кластер, опять же, не один. Компания уже выросла до достаточно гигантских размеров. У нас в технологии, если прикинуть, там порядка 200 команд разработки, и команды разработки, они в такие логические юниты, в кост-центры объединены. И каждый кост-центр получает свой кубернетис кластер. на данный момент у нас кубернетис кластеров, сколько сейчас, наверное, порядка 160 плюс-минус. Ну, понятно. Новые создаются, старые иногда убивают. Это, опять же, продакшн-тестинг, там, 50 на 50. И там, отдельно деплоить, там, вот эти 160 ACD-кластеров рядом с каждым кубернетисом или внутри каждого кубернетиса нам не очень хотелось. Поэтому опять пришлось включать мозг и, значит, подумать о том, как использовать кубернетис API для того, чтобы интегрироваться с патрония. Соответственно, патрония я засел, пока начальник был в отпуске, в течение пары недель я засел и реализовал вот такую свою идею, мечту о том, что, хорошо, вот у нас есть патрония, патрония в ACD хранит там не так уж и много информации, он хранит о том, кто у нас лидер, он хранит информацию о каждой ноге из этого кластера, ну, там, какую-то конфигурацию. То есть, в общем, мелочь. В кубернетисе у нас есть поды, мы можем с помощью лейбл-селектора найти все поды, которые относятся к нашему кластеру. Это уже решает половину проблемы. Вторая половина, там, с помощью конфиг-мап или с помощью endpoint мы можем проводить вот этот лидер-элекшн, лидер-рейс. То есть, я взял, написал код, который по патроне напрямую коммуницирует с кубернетис API. Для того, чтобы задеплоить на кубернетисе, не надо вообще никаких депенденсей, никаких зависимостей дополнительных устанавливать. Прикольно, прикольно, да. Слушай, а расскажи, ну, про патроне мы уже так начали, конечно, рассказывать, расскажи в целом просто как он работает для тех, кто вдруг там не слышал, что это и вообще как бы чем он так хорош и чего не хватало. Кстати, да, чтобы так немножко откатиться, знаешь, в ретроспективе, а чего не хватало там вот в штатном и какие еще на тот момент были средства. Ну, вот этот ты сказал, гавернер, который вы там нашли, да, что-то еще было. В штатных, я так понимаю, еще тогда ничего такого не было, никаких-то вещей там. Ну, вот расскажи, как все это начиналось и просто что делает, как вообще работает патрон, ну, так грубо говоря. Ну, вообще на тот момент уже там существовали реп-менеджер, значит, были какие-то плагины для CarSync Pacemaker, которые, по слухам, достаточно неплохо работали до тех пор, пока у тебя что-то шло не так вот с самим Pacemaker. Значит, что еще у нас было? По-моему, PgPool или PgPool 2 тоже умеет делать вот это переключение. Но ни один, ни одно из этих решений, кроме Pacemaker, не умеет проводить вот такую, значит, какое же слово-то? Ни одно из этих решений, кроме Pacemaker, не умеет, не работает как распределенная система, то есть они не проводят, они не могут решить проблему Network Split. Понятно. То есть, если у нас есть несколько нод, каждая нода должна получить какое-то количество голосов, превышающее половину от общего количества, для того, чтобы заведомо знать, что она не находится в участке сети, который отрезан от остального мира. То есть, вот такое, в полном объеме решать вот такую задачу распределенных систем достаточно непросто, в Pacemaker это решено, но интегрировать с Postgres'ом его то еще занятие. На самом деле, сейчас есть, примерно, наверное, из Patroni одновременно появился Postgres AutoFailover, это такой набор плагинов для Pacemaker'а, написанный на перле ребятами французами из Долиба. Но, честно говоря, я им никогда не пользовался. То есть, по описанию оно будет работать достаточно неплохо, но на тот момент, когда Patroni уже умел использовать PG Rewind, например, для отката мастера в какую-то точку с помощью когда можно подключиться как новая реплика, то никакие другие решения такого дела не позволяли. Но, самый главный, самый ключевой момент, то, что они не работали как распределенная система. То есть, в решении реп-менеджера Second Quadrant у них есть демон, который работает как Witness Note или как-то так. То есть, я всех подробностей сейчас даже не вспомню. То есть, по жалобам тех, кто использовал, иногда это могло привести к такому сплит-брейну. То есть, старый мастер продолжает работать. Уже появился новый. Новый наду, у тебя приложение начало работать с новым мастером, и у тебя есть два мастера. Это самая катастрофичная ситуация, о которой можно только подумать. Либо другой вариант, у тебя старый мастер, действительно, там, железо умерло, ты убедился в этом, там, изолировал его, потом, спустя некоторое время, значит, железо поднимается, у тебя Postgres стоит в автозапуске, он, конечно же, стартует как мастер. Ну, логично, да. Ну, то есть, скорее всего, там, виртуального IP не будет, но есть вероятность, что все равно приложение какое-то туда придет, начнет его использовать. Мы все знаем, что мир несовершенен, приложение там не обязательно через виртуальное IP коннектится. То есть, вот с таким наследием в дата-центре мы боремся до сих пор. Приложение коннектится, там, есть какие-то пользователи или там приложение, которым сказали, вот, адрес, через который надо ходить, и они до сих пор его используют. Хотя, там, с тех пор уже мы там, много раз предупреждали, что старый адрес в любой момент может прекратить работать. Но вот люди держат где-то по записным книжкам, карманам, вот достают и пытаются использовать. Вот, значит, и каким образом решают патроны? То есть, вместо построения распределенной системы, вот, с нуля, мы все знаем, наверняка слушатели знают про Афира, который ведет блог CallMeMaybe, где он тестирует различные распределенные системы. Ему там под нож попадались эти CD, и ZooKeeper, и Console, и, по-моему, MongoDB он тестировал, еще что-то, находил какие-то баги страшные. То есть, такому человеку с улицы, пусть даже достаточно продвинутому инженеру, это все равно займет очень много итераций, много месяцев разработки, если не лет разработки, чтобы все имплементировать правильно. И вместо того, чтобы решать сложную задачу, мы лучше возьмем уже готовое решение, такое, как эти CD, и, значит, будем использовать его для того, чтобы определить, находящиеся, находимся мы в изолированном сегменте сети или нет. Определить очень просто. Мы пишем в эти CD, если запись удается, а эти CD используют Quorum для того, чтобы подтвердить запись. Если запись прошла, значит, мы находимся не в изолированном участке и можем продолжать работать как мастер. Если мы не можем в эти CD писать, и мы работаем как мастер, мы должны немедленно остановить Postgres и стартовать Ридонали. То есть это первый принцип о том, что мы имеем право работать как мастер, если мы не изолированы от остальных. Второй принцип. В эти CD есть замечательные свойства. Значит, в старых версиях можно было создать ключ, у которого есть TTL какой-то там, например, 30 секунд. и если этот ключ не обновлять в течение 30 секунд, он исчезает, то он экспарится, и это будет знаком о том, что у нас мастера нет. В новых версиях там основано это все на сессиях, то есть сессия, если ее не обновлять, сессия экспарится, и там объекты, которые привязаны к этой сессии, тоже исчезают. Вот. В консуле там примерно такая же идея, в Zukiper'е. Оно там строится на сессиях. Значит, мы, значит, мастер, он создает ключ, у которого есть expiration time 30 секунд, и каждый 10 секунд обновляет ключ, где он говорит, я мастер, я до сих пор живой, и, значит, все остальные ноды могут, прочитывая этот ключ, определить, где у нас работает мастер. Если ключ заэкспарился, то для всех остальных нод в возгрессовом кластере, это является таким триггером о том, что надо начинать лидер рейс. Любая рандомная нода не будет пытаться становиться новым мастером, тут есть такой принцип, что они должны понять, кто из них содержит самую свежую копию данных, кто реплицировал до такого самого ближайшего момента нода реплицировала больше всего. Как правило, replication lag практически ноль, но там могут быть какие-то нюансы. Каждая нода коннектится к другой ноде, спрашивает, до какого момента ты среплицировал и сравнивается со своей позицией. Та нода, у которой позиция самая высокая, самая большая, она пытается создать ключ лидера. Если несколько нод, у которых позиция одинаковая, они будут пытаться создавать ключ лидера одновременно. И тут в бой вступает еще одно замечательное свойство, то есть во всех вот этих системах, etcd, consul, zoekiper, есть возможность использовать compare and set operation, compare and create. То есть вот этот новый ключ можно создать только один раз, если его нет. Если он есть, и ты его пытаешься создать, то ты получаешь ошибку. Короче, кто первый, тогда тот и создаст из этих двух. Значит, кто первый создал, тот промоутит Postgres в мастера, все остальные ноды смотрят, ага, у нас есть уже ключ лидера, он работает там-то, они обновляют recovery.conf или Postgres.pl.conf сейчас в версии 12. Уже все в одном флорике, да. Соответственно, кластер продолжает работать. Следующая задача, чем занимается в патроне, там есть ряд параметров Postgres, таких как Max Connections, например, Max Replication Slots, которые обязаны на репликах быть не меньше, чем на мастере. Соответственно, пришлось решать задачу такого Configuration Management. Нам надо установить вот этот Max Connections на всех нодах одинаковый. то есть два варианта решения. Можно это в локальном конфиге прописывать и, соответственно, тебе надо пойти на каждую ноду, прописать в конфиге, обновить. Приятного мало. Мы подумали, подумали и решили, а почему бы нам не хранить вот эту Postgres'овую конфигурацию прямо вот в виде там ключ-значения в том же самом CD в отдельном ключике. По сути, конфигурацию мастера, которую потом можно, когда мастер промоутится, чтобы он ее прочитал, ага, вот на мастере было так, соответственно, я делаю, условно говоря, так же. На самом деле даже немножко проще. Патроне просто на всех нодах устанавливают Max Connections в одинаковые значения. Оно сразу при старте. Да. Вот. И отсюда там очень органично получилось, что есть параметры, которые требуют рестарта Postgres'а, есть параметры, которые можно просто записать в конфиг и сделать релоад, и Postgres их применяет мгновенно. И патроне смотрит, ага, если у нас в etcd какие-то значения поменялись, он обновляет Postgres'овый конфиг, делает релоад автоматически, ты можешь просто поменять конфигурацию в etcd, и у тебя все автоматически применится на всех нодах в твоем кластере. Если требуется рестарт, рестарт он не будет производить автоматически, но он подскажет, что для вот этих нод рестарт необходим. вот. И еще одна задача очень, да даже не одна, на самом деле, есть задача добавления новых нод в кластер, тут тоже получается очень красиво и органично, мы запускаем новую ноду с небольшой конфигурацией, указываем вот имя нашего кластера, вот имя вот этой новой ноды, и вот здесь у нас адрес к tcd. Эта нода подключается к tcd, находит, где у нас мастер, делает либо с мастера, либо с существующих реплик base backup, запускает Postgres, и в общем это сводится к тому, что создать один небольшой конфигурационный файл, запустить патроны, все остальное разруливается автоматически. А вторая задача, нам надо уметь подключать старого мастера как новую реплику, мастера, который закрешился. Иногда требуется сделать pg-ревайнд, и там есть ряд правил, которые надо выполнять. Методом проб и ошибок мы большинство из этих правил определили, и патроны в 99% случаев выполнят автоматически pg-ревайнд и подключит ноду от старого мастера как новую реплику. Некоторые люди думают, что окей, у нас синхронная репликация, это значит реплика будет в том же самом состоянии, как мастер старый, соответственно, тут не может быть какого-то расхождения, ревайнд не нужен. По факту это не всегда правда, поскольку Postgres сначала пишет данные в write-ahead-lock в lock транзакции, и только потом эти транзакции реплицируются и применяются на реплике. Соответственно, ситуация такова, что на мастере транзакционный lock может быть немножко впереди, но для клиента это не означает то, что потеря данных, потому что клиент для вот таких транзакций никогда не получал подтверждения. Ну да, да, понятно. Либо есть еще еще один вариант, вот эти транзакционный lock, он может быть записан автовакуумом, например. То есть никаких изменений данных у нас не было, все данные те же самые, но транзакционный lock мог уехать чуть-чуть вперед. Потери данных нет, а ревайнд требуется. Ну и короче патроне вы научили еще и вот этому. Ну, то есть идея была такая, что поскольку нам приходится пасти очень большой кластеров в нашей инфраструктуре, мы хотим как можно меньше вручную лазить и исправлять какие-то ошибки. Логично, да. Сейчас у нас если порядка сотни серверов на EC2 инстансах, в большинстве случаев они беспроблемные, EC2 инстансы на самом деле не падают так часто, как мы от этого ожидали, как мы этого ожидали. Вот. Кубернетисе в продакшн сейчас порядка 600-650, наверное, еще порядка 1200 всякие тестовые, стейджинги, временные и так далее и там подобные. Вот. Слушай, а сколько у вас кластеров много, а в среднем размер кластера вот узлов на самом деле я в последнее время не подбивал такую статистику. Ну, плюс-минус там. Там, значит, полтора года назад там перед Кубиконом я прикидывал, у меня получилось, что 70% кластеров это меньше гигабайта. Меньше... Это такое преимущество микросервисов. В смысле, а по объему это еще занимает меньше гигабайта? Да, да, по объему меньше гигабайта данных. То есть, это такое преимущество микросервисов, как правило, микроданные. Есть, к сожалению, обратные примеры, когда для одного приложения там могут быть терабайты данных и шардирование приходится использовать. Это все все равно микросервис. Ну, да, такой макро получается, я бы сказал, не микро уже, а макросервис. А в среднем, в среднем, соответственно, узлов, это по объему, да, я понял, а вот именно по количеству нодов, один кластер кубернетис, который там, ты говоришь, их же много, сколько в среднем это подов и там. Честно говоря, с подами очень сильно статистику портит этот кубернетис контраплейн. Зачастую поды наших приложений это малая часть от подов, которые запущены в кубернетис кластере. То есть пытались сэкономить, а получается наоборот, как-то так. А вообще зависит от того, чем люди занимаются. Иногда могут кубернетис кластера быть из нескольких, не знаю, больше сотни нод, при этом у них ни одной базы данных нет, потому что они занимаются какой-то аналитикой, машин лернинг или еще чем-нибудь. Бывают десятки, если не сотни пасгрессовых кластеров, потому что люди деплоят новый пасгрессовый кластер для каждого pull request, который они хотят протестировать и забывают почистить, хотя у нас есть механизмы, которые позволяют такие чистки проводить. То есть один из механизмов можно создать временный namespace, потом, когда этот pipeline закончился, полностью namespace удаляется. И второй механизм у нас один из сотрудников написал такого дворника. На каждый объект можно повесить TTL и дворник приходит и вычищает по TTL. Понятно. Ну, объект, в смысле, в контексте кубернетиса, то есть там каких-то... Да-да, конечно, кубернетис объект. То есть ты создал deployment или там создал сервис, создал какой-нибудь job или namespace. То есть любой кубернетиский объект может... В annotations можно прописать TTL, и вот дворник janitor будет приходить и все вычищать. Понятно, понятно. Слушай, пока еще далеко не ушли от патронов, а написано на питоне, насколько я помню, да, тоже... Да, в патроне исключительно все написано на питоне. Мы стараемся до сих пор поддерживать вторую версию совместимость со вторым питоном, хотя питон уже умер официально как три месяца. Ну да. Но реалии таковы, что есть очень много enterprise, ну то есть компаний, которые enterprise занимаются, и у них вот есть сервера, которые в таком подвешенном режиме не получают никаких обновлений, там есть только второй питон и больше ничего. То есть это не наш случай, но патроне уже очень широко используется различными компаниями, консалтинговыми и просто большими компаниями, и очень не хочется им жизнь усложнять на данный момент. Поэтому насколько это возможно, стараюсь поддерживать вторую питон 2.7. Понятно, понятно. Слушай, а расскажи в целом про проект, сколько там людей им занимается, ты там говорил, что в принципе в основном ты один, его ты поддерживаешь, развиваешь. Да, самым масштабным развитием в основном занимаюсь я, там некоторые сколько, года 3, наверное, назад очень большую помощь и там очень интересные фичи контрибьютились компанией CyberTech, это компания занимается пазгрессовым консалтингом. Вот. до сих пор на самом деле от них иногда приходят небольшие pull-request и они даже наняли человека специально для того, чтобы такую юзер-френдлиность поднять, потому что в случае, если что-то идет не так, для облегчения будущего дебага, я там стараюсь вывести как можно больше стэк-трейсов. Мне потому что проще потом понять по стэк-трейсам что происходило, что сломалось, как это чинить. Когда очень мало логов, сложнее потом разборки проводить. Понятное дело. Понятно. Люди пугаются, особенно Enterprise пугается, когда видят вот эти стэк-трейсы, а у вас все сломалось и мы боимся это использовать. Поэтому попытались по возможности заметить, показывать какой-то эррор и в общем-то все. Но по умолчанию все равно будут показываться вот эти стэк-трейсы питоновские. Понятно. Но можно отключить теперь. Ясно. Слышал. Значит, тоже занялись все очень любят YAML до безумия. с его древовидной структурой. Но при этом шаг влево, шаг вправо, если указан неправильный тип, либо там форматирование где-то поехало, то опять получаешь стэк-трейс с ошибкой. И соответственно ребята из CyberTech законтрибьютили такую начальный валидатор для конфига патроне. То есть он валидирует корректность конфига, он валидирует что например порты постгрессовые или порт для патроней API не заняты, он валидирует то, что постгрессовые бинарники на месте. То есть такая ситуация тоже бывает достаточно часто. Например, в Ubuntu у тебя PSQL доступен по пути по умолчанию, а бинарник постгресса недоступен. PG-base бэкап доступен, а PG-rewind недоступен и так далее. Соответственно надо либо указать в default пасс, либо в патроне указать, где постгрессовые бинарии искать. То есть вот такие вещи. В принципе достаточно примитивные, но должно помочь. Они, конечно, не то, что прям ключевая функциональность, но все равно это штуки, которые реально облегчают жизнь и немножко помогают. Потому что действительно, если ты там ставишь небольшой набор чеков каких-то базовых проверок, что чувак, тут не так, это уже позволит немножко сразу более, как ты верно сказал, юзерфрендли такой интерфейс предоставить. Слушай, а расскажи, ну вот хорошо, то есть все-таки какой-то контрибьютинг со стороны есть, а насколько велико пользователи всего этого дела? Ты говоришь, что там интербрайз разные юзает, вот по твоим таким каким-то ощущениям, сколько их там ставят, пользуются, много ли там приходит запросов каких-то там фичер-реквестов от конечных пользователей, от компании, еще от кого-то, вот что-то такое. Я знаю то, что есть ряд пазгрессовых консалкинг компаний, которые оказывают поддержку патроне, о том, сколько у них там инсталляций, я могу судить только по слухам, там речь идет о тысячах, и даже, наверное, о десятках тысяч, вот, из самых больших таких кастомеров, что на слуху, это композ, IBM композ, это которые авторы гавернера, и, конечно, но потом они забили и перешли на патроне, классно, да, и они делают свой database as a service на патроне, то есть, это, наверное, самый такой большой игрок, сколько у них инсталляций, я, честно говоря, не знаю, значит, сейчас недавно начали контрибьютировать ребята из Bloomberg, канал Bloomberg такой, да, но это не канал, это на самом деле финансовая организация в первую очередь, да, вот, то есть, у них, у них, по-моему, тоже тысячи кластеров пастгрессовых, до сих пор они сидели на реп-менеджере, вот, решили переезжать на патроне, провели какое-то сумасшедшее тестирование, нашли юзкейсы, в которых функциональность их не устраивает, либо недостаточная, на это ответ у меня обычно простой, если хотите какие-то новые фичи, пожалуйста, контрибьюйте, я всегда сделаю ревью, всегда помогу, вот, оказались ребята сговорчивые и работают над этим, вот, ну, слушай, а как там вопрос документации, тестирования, что скажешь, как у тебя с этим в патроне? Ну, документация есть, наверное, не самое лучшее, но, в принципе, все то, что патроне умеет, все там конфигурационные параметры, все способы работы, все документировано, собирается оно и выкладывается на read the docs. Ну, понятно, да, в случае питоновского проекта, как бы, стандарт. Ну, в принципе, не только для питоновского, наверное. Ну, Про тестирование у нас есть два вида тестов, есть юнит-тесты, которые, в общем-то, стараются протестировать может быть не всегда корректность работы функциональности, хотя вот loop high availability, который принимает решение о том, что делать, как делать, в каком порядке, он покрыт тестами очень плотно и вызывается всего одна функция, и стараемся там пройти реально по всем вот этим веткам с помощью вызова всего одной функции. Но по юнит-тестам я стараюсь смотреть, чтобы там большинство строк все равно просто были достигнуты каким-то образом. Оно не всегда спасает от каких-то логических ошибок, но от ошибок таких, что где-то ты забыл параметров в метод передать, реально спасают. Кроме этого у нас есть интеграционные тесты. То есть для всех вот этих DCS, Distributed Configuration Store ATCD Console ZooKeeper Kubernetes мы запускаем instance ATCD, например, и значит запускаем тесты такого вида. Если мы запускаем одну ноду плюс запускаем вторую ноду патроне внутри одного кластера, то у нас вторая нода начинает стримить с первой. Если мы там создаем таблицу, то таблица реплицируется в таком ключе. Там пытаемся где-то конфигурацию, например, расправлять, делаем релод, смотрим то, что все это применяется. Есть такие фичи, как Custom Bootstrap, это когда мы строим реплику не с существующей реплики, а из бэкапа с помощью скриптов. Проверяем то, что такие методы работают. То есть стараемся как можно больше покрыть интеграционными тестами, причем тесты выполняются вместе с живым ATCD, ZooKeeper, Consul и Kubernetes API. Я вот тоже, знаешь, всегда думаю, когда вот такие какие-то проекты, то есть не какая-то библиотечка, которая там что-то посчитала, выдала, а вот когда какие-то такие вещи, которые завязаны на какую-то инфраструктуру, на какие-то другие там сервисы, зависимости. И я тоже думаю, что более правильный вариант это именно какое-то полноценное интеграционное тестирование с поднятием реальных нод, потому что как бы макировать все подряд, это, во-первых, долго, сложно, а в-третьих, оно не всегда может дать тебе конечный правильный реальный результат. Здесь тоже, соответственно. в данном случае ноды мы, конечно же, не поднимаем, все это работает на тревисе, просто раскидано по разным портам. Ну, понятно, да, я имею в виду, что реальные инстансы, по сути, понятно, что там не надо это разносить по физически, я имею в виду, что ты реально запускаешь несколько инстансов условно говоря по троне, которые как бы эмулируют разные ноды, плюс, соответственно, они ломятся на вполне реальный инстанс с ETCD, там, не знаю, с Укипера и именно производится полноценная проверка работы. То есть, да, такие основные моменты можно протестировать с помощью такого подхода, но у меня реально в мечтах и кто-то даже, по-моему, Андрей Бородин из Яндекса грозился помочь и поделиться Джепсон-тестом, который они написали для своей системы. То есть, идея такая, что мы запускаем несколько виртуалок в этих виртуалках, реально будет кластер ETCD, то есть, не одна нода ETCD, а целый кластер. Мы запускаем несколько инстансов в патроне и каким-то образом ноды начинаем рандомно убивать, смотрим, как оно себя ведет. Не поехало ли что, не сломалось ли в таком ключе. То есть, такие тесты гонять недешево, их приходится гонять сутками, на самом деле. То есть, если сейчас интеграционные тесты проходят примерно за 5 минут, то есть, для ETCD и для одной версии Python, то для такого, для Джепсон-теста речь идет о часах и даже сутках. они говорят то, что им это помогает отлавливать очень интересные специфические проблемы. Пока что у нас такого нет. Понятно, может быть, не стоит запускать такого рода тесты на каждый коммит, но, скажем так, перед каким-то релизом, например, вполне себе такое имеет место, может иметь. А как часто, кстати, у тебя там обновляются, выходят новые релизы, или сейчас уже более-менее развитие немножко устаканилось, и уже больше какие-то только багфиксинги такие, ну, что-то такое? Релизы, то есть стараемся делать раз в несколько месяцев, по мере того, как набирается критичное количество коммитов, которые фиксят какие-то баги, либо какие-то новые фичи появляются. То есть ничего такого запредельного. можно, в принципе, попробовать релизить на каждый коммит, но я считаю, что это бессмысленно, потому что надо написать для релиза релиз ноутс, это меня очень, вот этот процесс меня не очень радует, я больше люблю писать код, чем писать документацию релиз ноутс. Ну, понятно, понятно, да. То есть сейчас вот такое ощущение, что да, там какое-то количество критичных вещей было исправлено, пора бы, там было бы неплохо сделать новый релиз, там последний релиз был в начале января, вот, то есть уже практически три месяца прошло и можно было бы сделать, ну, видимо, займусь скоро. Ну, понятно. Ладно, слушай, это так темы вроде бы меня обсудили, знаешь, что вот хотелось еще-то немножко по-философски такие вопросы позадавать, обсудить, точнее, не позадавать, даже просто подискутировать. Мне всегда интересует такая тема, знаешь, вот там раньше, как выкладывались там раньше, там не знаю, ну что, ну был железный сервер, да, поставил на него там постгресс, не знаю, все, вот у тебя консолька, зашел, посмотрел, все понятно. Вот, интересно твое отношение к тому, как вот развивается индустрия, что вот эти там всякие облака, потом сейчас кубернетисы, миллион уровней абстракции, вот, как ты вообще к этому относишься, то есть не чувствуешь ли ты какой-то, ну не то чтобы потери какого-то контроля, а то, что для того, чтобы, скажем так, остаться на таком же уровне контроля над там сервером, да, надо просто, знаний должно быть уже там на порядок больше пониманий, как все это устроено, да, то есть если раньше ты, у тебя, условно говоря, сервер, операционка, там, постгресс, то сейчас у тебя там сервер, и то неизвестно где даже, он где-то в облаках, хрен знает, что это такое, да, в нем, значит, да, окей, операционка, в ней там кубернетис, в кубернетисах там поды, в подах контейнеры, в контейнере, значит, яйцо, яйцо в гнезде, иголка, вот это все, то есть пока доберешься до того, где же у тебя постгресс, ну, неважно там даже, если не постгресс, любой другой какой-то сервис, да, сколько всего надо вот этого пройти, вот, ну, как ты к этому вообще на все это смотришь, ты считаешь в этом больше плюсов, минусов, ну, какое твое отношение вот к этому, поделись. Ну, оно реально упрощает жизнь разработчику, по факту, то есть, чтобы написать новые приложения, все это выкатить в продакшн, требуется гораздо меньше времени, то есть ты не задумываешься об инфраструктуре, от слова совсем, потому что она абстрагирована, у тебя все полностью декларативное, ты описываешь в манифесте, какие ресурсы тебе нужны, и сколько. На этом все. Ну, это для конечного разработчика окей. Да, жизнь становится интереснее для тех, кто эту инфраструктуру поддерживает, потому что ничто не работает беспроблемно, никогда, всегда что-то ломается, и чем больше вот таких уровней абстракции, то тем сложнее докопаться до того, что же там все-таки идет не так. Ну вот, вот, да, вот я про это что-то. Ну, то есть, вот это реально мое ощущение, там, с обычными приложениями, которые тут оперируют, просто выделяют память, там, и им требуется какое-то количество процессорных ресурсов, все более-менее понятно, если ты там не дал достаточного количества памяти, оно ее прибьет. Прибьет твой контейнер, прибьет под кубернетис. Даже не сам кубернетис, это прибьет, на самом деле, ядро линукса, потому что учет памяти происходит с помощью C-Group. То есть, реально, вот когда начинаешь такую инфраструктуру использовать, и оно тебе все в новинку, приходится очень много новых вещей учить. Ну, я тут реально тоже видел пример, когда человек, который вот такой прожженный сисадмин, ему уже не знаю сколько лет, но он работает сисадмином, в общем, больше, в общем, наверное, лет 20, и он попал в кубернетис, поскольку надо развиваться, если ты останешься исключительно на старом железе, то ты сейчас далеко не уплывешь, ты останешься без работы. Задача была такая, что надо мигрировать сервис какой-то из дата-центра в кубернетис, там небольшая база, там порядка 30 гигов. Он попытался сделать дамп в дата-центре и рестор в кубернетисе. Не хватало памяти, то есть памяти для вот этого кластера по сгрессовому в кубернетисе было выделено немного, он начал крэшиться, с out-of-memory. Чисто сисадминский подход, что можно сделать? Давайте добавим своп. Отлично. У нас пока до сих пор наши вот эти наши пасгрессовые контейнеры работают в privileged mode, поэтому можно экзакнуться внутрь контейнера и создать своп. Он это сделал. Это был огромный сюрприз, оно сломало вообще все, то есть вот этот вот этот нода кубернетиса, она не смогла самовыпилиться из кластера для апгрейда, потому что оно не смогло восстановить контейнеры, а контейнер не останавливается, поскольку там был своп лоцирован, то есть он создал файл и подключил его. Очень непонятно, то есть очень неочевидно то, как происходит memory management на самом деле, особенно это актуально для постгресса. Постгресс выделяет shared buffers, по таким по хорошим практикам это должно быть порядка 25%, но на кубернетисе ты можешь посмотреть, сколько у тебя тут доступно памяти для твоего контейнера, сделать вот такую автоматическую настройку shared buffers на 25% примерно, мы даже сделали на 20%, но все равно мы нечасто, но все равно испытывали проблему о том, что приходят на ум и убивают постгрессовые процессы. Очень долго было непонятно, что происходит. Мы знали однозначно, что никаких активностей больших на сервере, никакие процессы постгрессовой памяти не выделяли настолько много, чтобы пришел out of memory. но тем не менее, омкиллер приходил и грохал. Значит, долго очень копались, разбирались, нашли. Что происходит? Когда у нас появляется много write-activity, линуксовые dirty buffers начинают учитываться насчет вот этого контейнера, которые вот эти записи вот эту производят. И ситуация такая, если у нас для контейнера выделено, скажем, 4 гигабайта, 1 гигабайт постгрессовые shard buffers, на ноде у нас 32 гига или 64, например, то с настройками по умолчанию мы можем сгенерировать вот таких dirty pages нескольких гигабайтов. Да, они просто не влезут. 1 гигабайта дает 4, и оно уже не влезает. И собственно все вот эти старые хорошие рекомендуемые практики о том, что надо ограничивать количество dirty pages с помощью sysktl, они до сих пор работают, только их стало сложнее применять. Многие разработчики про такие вещи даже, например, не знают, даже со старых времен. А когда ты оказываешься за столькими уровнями абстракции, тебе становится иногда неочевидно, в каком месте оно ломается. Но вот вопрос дебага вообще один из таких ключевых в данном случае, потому что действительно вот она убила, да, как понять, это что? Это там сервер виртуальный, который там, не знаю, в Амазоне, это там твой куб, который там у тебя, значит, контейнер, который там C-groups и его там прочие настройки, либо это ядро, там, операционка уже внутри контейнера, в ней что-то не то, либо процесс, который запущен, ну, не операционка, процесс в смысле, да, который там запускается, то есть вот дебаг, конечно, А там есть еще кубернетистский контролл плейн, да, да, ну, и еще сейчас сервис Меш очень народ любит, и любой из этих компонент может сделать что-то не то, с DNS-ом были большие проблемы, насколько я помню, у нас, пока там не добавили кэширования, потом, что еще у нас сделано из таких нестандартных вещей, у нас отключены квоты, CPU-квоты, то есть несмотря на то, что в своем манифесте ты говоришь, вот, мой CPU-реквест, мой CPU-лимит, у нас этот лимит никогда не применяется жестко, то есть ты можешь указать CPU-лимит даже 10 милликоров, но при этом использовать там полностью весь CPU на полную мощь. Для стейтлес приложений это тоже очень большую роль сыграло, там, лейтенси упал, даже если кто-то в эти лимиты не упирался, оно очень сильно помогло лейтенси. Ну, дополнительная проверка на каждый чих, понятно, да, конечно. Да, а у нас это выглядело как патроне гоняет свой H-Loop раз в 10 секунд и раз, происходит что-то непонятное и у тебя уже H-Loop идёт не в 10 секунд, а где-то 12, потому что в то время в ядре даже не было возможности, в смысле в кубернице не было возможности поменять вот этот сротлинг. Оно сротлило тупо по 100 миллисекунд. То есть, если ты квоту превышаешь, вот тебе задержка в 100 миллисекунд. Свободен. Делай с этим, что хочешь. Шикарно. Да. И вот эти квоты, насколько я знаю, в гугловом кубернице, который у них на платформе, они квоты по умолчанию включены. Не знаю, как у других провайдеров, у нас они отключены. Понятно, понятно. Ну, в общем, много-много, так сказать, подводных штук, которые могут всплывать в неожиданных местах и с ними приходится как-то считаться, скажем так. Потом, еще, например, что из последнего. Поскольку патроны работают с кубернетис API напрямую, для высокой доступности кубернетис API у нас работают две мастер-ноды. Но для апгрейдов эти ноды надо иногда ротировать. Это самый простой, наверное, единственный способ апгрейда. Кубернетис старается это все делать по уму, то есть ты сначала одну мастер-ноду убиваешь, она прописывается в кубернетис сервис, и ситуация такая, там происходит рейс-кондишен в каких-то определенных случаях. У тебя, например, нода старая уже ушла, а из сервиса она до сих пор не пропала. И твое приложение, которое с кубернетис API работает, ты работаешь через сервис, а сервис тебя всегда пытается кидать на старую ноду, потому что она до сих пор не ушла. Он все еще думает, что она там. Да. И никаких вариантов, кроме как в обход сервиса обратиться к какой-то другой мастер-ноде нет. Либо наблюдали такую ситуацию, мастер-нода ушла, а у тебя коннекшн до сих пор к ней живой, потому что используется дэнат. То есть у тебя с той стороны уже никого нет, а у тебя с твоей стороны коннекшн живой. Шикарно. Решение очевидное и простое, надо использовать CP Life, но его надо включить явным образом, еще настроить правильно. Да, да, интересно, интересно. И вот до тех пор, пока ты не попробовал все это в бою, на все такие вещи не наткнулся, через все уровни абстракции не продрался, ты реально не знаешь, где что еще может сломаться. Ты даже не можешь прогнозировать и протестировать это нельзя. на этот счет вот значит наш один хороший сотрудник по имени Хенинг Якобс, он год назад начал собирать Kubernetes Failure Stories. Все это собирается в GitHub репозитории, там он опубликовал это на Hacker News, сделал еще даже отдельный веб-сайт, вот подборочку таких фейлов в некоторых случаях там даже идет полный постмортом описывающий что произошло, как это митигировали, как в конечном итоге исправили и наверное многим людям, которые работают с Kubernetes плотно имеет смысл вот эти Failure Stories прочитать. То есть хотя бы можно будет знать, где что ломается и иногда там подстелить соломки заранее. Да, но это мы обязательно приложим ссылочку нашим читателям, слушателям точнее, чтобы можно было почитать. Слушай, ну чего, давай, наверное, потихонечку заканчивать, вроде бы мы так с тобой смотрим, ни много, ни мало, полтора часика наговорили, вот, вроде бы более-менее обсудили так примерно все темы, там, какие так или иначе хотели, там, может, в каком-то виде, вот, в завершении, может быть, что ты вот можешь такого посоветовать, вот, такого рода, там, девопсом, инженером, там, каким-то админом, вот, в свете всех этих проблем, которые можно, так сказать, набить, получить, да, в уровнях абстракции и прочих вещей, вот как, ну, может, какой-то совет вот твой такой жизненный из твоего опыта? Ну, совет, это надо всегда развиваться, значит, подписаться на какие-то интересные блоги, фоловить интересных людей в Твиттере, которые интересные вещи делают и публикуют, значит, что еще? Стараться всегда докопаться до проблемы, никогда не бросать на полпути, никогда, значит, обязательно нужно использовать какую-нибудь вот CICD-систему, которая гарантирует reproducible deployments, иначе проблема, которая у тебя сейчас есть, она может быть невоспроизводима потом в будущем в принципе, например, либо ситуация другая, то, что у тебя сейчас работает, оно сломается при твоем следующем дипломенте, если ты все делаешь у себя с лаптопа, то есть у нас запрещено на продакшн ходить напрямую там без подтверждения доступа от человека второго из твоей команды, то есть ты запрашиваешь доступ, тебе подтверждают, после этого ты можешь пойти что-то сделать, какой-то дебаг провести, а дипломент происходит исключительно через CICD, то есть сборка из мастера или сборка из какого-то, по какому-то специальному тагу, сборка имиджа, имидж попадает в репозиторий в смысле в докер-регистри в докер-регистри тот же имидж по тем же самым тэбам нельзя запушить второй раз, это тоже очень важно, иначе ты не знаешь вообще, что у тебя где. Но перезаписывание истории, да, это штука опасная. Да, то есть в ГИТе это можно провести в некотором смысле, но у нас мастер тоже, мастер-бранч он защищенный, никто напрямую не может в мастер пушить ничего, все через pull-requests делается. То есть вот стараться, во-первых, следовать таким best practices всегда, то есть это может быть масло масляное, как бы рассказываю известные вещи, но люди не всегда так делают. То есть в какой-то момент я сам это, может быть, не осознавал, там, о, намного же проще тут собрать сейчас этот имуще локально и отправить его в регистре. Но в какой-то момент надоело собирать, оформил правильный pipeline, жизнь упростилась. Ну да, да. Ну что, хорошие советы, мне кажется. Вот реально надо всегда стараться развиваться чему-то, каждый день учиться чему-то новому, едешь в транспорте, скачай себе статью, прочитай, что-то непонятно, еще по гугли. Всегда есть куча ресурсов и с большой вероятностью какие-то вещи уже кто-то делал или там с подобной проблемой сталкивался. Может быть, не совсем такой же проблемой, но на правильный путь оно всегда натолкнет. Ну да, кажется, хорошие такие советы, пусть даже немножко там где-то очевидные, но повторение, знаешь, никогда не бывает лишним. Так что спасибо тебе большое, что дошел время, наконец-то мы записались. Друзья, вам спасибо, что пригласил. Друзья, вам спасибо, что слушали, надеюсь, вам тоже было интересно, пишите ваши замечания, комментарии, предложения, пожелания, вопросы. Мы будем очень рады. Также скажу, что можете поддержать подкаст, зайти на какой-нибудь Патреон или еще куда-нибудь. Я тоже не откажусь от поддержки. А так, всем спасибо и до новых встреч. Все, пока-пока. Пока.